Я прожил в такую, мама моя и я. Вот у нас был, наш отец ушел из семьи, когда мне, как утверждает история, месяц от рождения было. Мой отец уехал то ли учиться, то ли. И так он и не вернулся. Я своего отца увидел впервые. Мне было лет 16-17, когда впервые увидел своего отца. То есть увидел, потрогал его. Поэтому Ереван, мой Ереван, я там родился, знойный мой Ереван. Так что и очень... Я, знаешь, у меня нет... Ах, как было тогда. У меня нет такого чувства. Правду говорю, правду. То ли я хорошо жил... У меня мама была великая, на мой вкус. Она... Я захотел идти в театр, учиться на театральный институт. Никакого другого не было. Потому что у меня были родственники, в основном врачи. И думали, что меня ждет такая же карьера. Но это... И ни разу даже этот вопрос не заходил. Я поехал из Еревана в Москву учиться в ГИТИС. И моя мама со мной поехала туда, чтобы нам... Потом это неудачно получилось в ГИТИС. И я вернулся опять в Ереван. Я не боюсь быть таким громогласным, но я хорошую жизнь прожил. Говорю честно. Такую счастливую. Я жил в такой... В любви. И это было очень важное, как позже выяснилось. Потому что время сложное. Я вот, по-моему, вам рассказывал только, что я... Мне много лет, я живу... Из них 60 лет я живу в театре. 60 – это очень много. Но я до сих пор не знаю, что такое соцреализм. Правда? Правда. Это какое-то придуманное... Не важно. Не будем никого казнить за это. Но поэтому я думаю, что я хорошую жизнь прожил. Хорошую. Я думаю, благодаря... Думаю так моей маме. Она была... Ее нет уже. Но она была удивительно умная. И это важно очень. Особенно, когда наша страна... Не берусь судить про это. Еще, наверное, будет у меня время подумать. Но вот то, что я армянин по национальности. Я жил в русской среде. А там большие разницы. Начиная от вероисповедания, кончая к привычкам. Эти кушают острее, это горче и так далее, и так далее. Поэтому это... Во всяком случае, я думаю и почти уверен, что я прожил хорошую жизнь. И это благодаря той правде, которой я жил. Жил. Я, например, войну я не видел. В Ереване война не пришла. Но была война. И появлялись люди. Я помню, я был еще мальчиком. Появились первые раненые. И это мы. Так надо же осторожно вести. А почему вас стреляли? А я руку поднял, там выстрелил. И так было. Потом кончилась война и пришли. Это, как утверждает, была идея Сталина, чтобы немецкая армия пришла бы по всем городам. И было придумано такое, что по площади Сталина, имени Сталина, шла эта группа раненых или винов... Не знаю, как это называется. Я до сих пор... До сих пор не могу понять это, чего добивались. Потому что я в Ереване, я видел, что когда эти военнопленные шли, все армяне шли, приносили что-то покушать, покурить, выпить. Поэтому я до сих пор думаю, интересно, чего добивались. Вот это что? Это... Ай-яй-яй, вот это немцы? Не знаю. Во всяком случае, не уверен, что мы достигли... Мы, я имею в виду, руководители этого мероприятия, поняли или пришли к тому, чем мы хотели прийти. То, что я армянин, это абсолютно доказывать не надо. И я истинно люблю, истинно... И я прожил в русской среде. Значит, я думаю, какие-то истины есть выше, чем национальные. Я думаю, что это очень интересно, или... Я говорю абсолютно... Я говорю на русском языке. Я трудно пишу по-армянски. Почти полуграмотно я по-армянски писать. Хотя знал язык великолепный и так далее. Поэтому это такая... Не берусь, это серьезная тема. Но мне кажется, что в вопросе искусства там нет проблем. Там нет проблемы. Проблема того, что ты любишь. К чему тебе хочется прийти. У меня был великий учитель. Мой учитель, у которого я действительно учился. Его звали Армен Карпович Гулакян. Это мой учитель, которому вот к этому меня научил, что... Я до сих пор так думаю. Истинное искусство то, где тебе быть интересно. Вот если я хочу туда, то это хорошо. Правда? Вот я так смотрю по литературе, по кино, по телевидению. Вот я вижу что-то. И если мне туда хочется быть, то мне интересно. Я думаю, суть в этом. Она непростая. Очень непростая. Тем более, что, к сожалению, человечество диктует нам всем. Нет, нет, туда не надо. Вот иди сюда, сюда, сюда. Вот здесь. А я думаю, что почему... Подожди, а почему меня оттолкнули отсюда? Почему здесь? А я хочу это понять. Если я это не понимаю, тогда лучше я поверну с уйдом. Вопрос очень непростой. Очень непростой. Я могу сказать, и мне это не стыдно сказать, но боюсь, что там нет истины. Вот я столько лет работаю актером. Вот для меня, знаете, знаешь, что интересно? Что я стану другим человеком. Это так. Потому что это не только, если я играю от оттелла, это не только покрасить чёрный, коричневый цвет. Это надо психику поменять. Я видел великого Лоренса Оливье на сцене. Он играл оттелла. Он гримировал язык. Мы не ответим на этот вопрос с тобой. А зачем он гримировал язык? Я тоже не знаю. Но я это видел. Значит, это... Всё равно что-то поменялось во мне. Что тоже не знаю. Всё придумано. Можно это всё сделать. Накрасить лицо чёрным цветом. Одеть чёрные штаны и так далее. Думаю, что не в этом проблема. Проблема в том, что я должен думать иначе. Если я играю оттелло, то я должен чуть иначе думать, чуть иначе видеть. Вот это всё дальше уже и есть наше с вами искусство. Поэтому вы будете меня убеждать, что я оттелло. Это очень... Я столько лет работаю в театре, я знаю, что я выхожу на сцену, и я говорю, что я сенека. Подождите, там же написано, это же Гарханян какой-то... Нет. Нет. И это огромная работа, усилие для того, чтобы я... Я сенека. Как мы сговоримся, я не знаю. Но мы должны сговориться. Потому что тогда это не обман, это иллюзия некая для того, чтобы мы... Вот я, например, в жизни видел одно из моих самых страшных потрясений. Это Ниагарский водопад. Я действительно его видел вот так. Я его вот так трогал. Вот здесь исчезла такая водичка. Совершенно водичка. И ровно через три секунды эта водичка превращалась в Ниагарский водопад. Это. Смотреть это я не могу. До сих пор я вспоминаю. И у меня задыхаюсь от этого удовольствия. Потому что это выше логики. Там нет правды. Таблица умножения там не подходит. Нет. Думаю, что нет. Мне кажется, коммунисты были хитрые. Они это все учли. Учли. С наклонами, с уродством. Это все бывает. Но я никогда не помню. Я не забываю, когда я... Я жил тогда в Ереване. Мы приехали в Москву. Сдавали какую-то картину. И там какой-то начальник говорил. Ну, что же вы это были? Ну, расскажите про нефтяников. И наш директор студии, рискованный человек, сказал, что нефть – это Азербайджан. А мы играем Армению. Так что до таких глупостей доходило. Абсолютно. Это невежество. Другого у меня нет названия. Оно тоже – это невежество есть. И они тоже есть, которые нам подсказывают. В футбол не так играть, а вот так. Поэтому коммунисты были хитрыми. Они не... Грубо не поступали. Они давали возможность выбора. Что, как мы с вами поняли позже, самая трудная вещь – это выбор. И когда нам с тобой дали возможность этого выбора, тогда мы стали хорошими людьми. Я расскажу очень простое. Я работал уже актером, работал в Ереванском русском театре. И там мы играли на дне Горького. И я там играл актера. И я был приглашен, махатовский актер, который у нас играл Луку, Лука. И я с ним играл на сцене. Я тогда... Меня уговаривали... Это я между делом говорю, что меня уговаривали пойти в Армянский театр там работать. Ну, чего-то меня тянуло. После того, как я сыграл Луку, он играл, а я играл. Это было удивительное, правда, знаешь. Я так думаю, что тот МХАТ, который я говорю, тот МХАТ, это другая была истина. К сожалению, это не имело свое сильное развитие, потому что тот театр, тот поразительное... Вот я вам рассказывал жизнь Клима Самгина. До сих пор я мечтаю это сыграть в театре. Жизнь Клима Самгина. Я хорошо знаю русский народ, русскую историю. Для меня самая великая это жизнь Клима Самгина. Вот что такое русская революция. Это поразительно. Там биологическая правда. Это не словами. Это лицо, цвет лица. Это глаза. Глаза меняются. Это мало кто умеет. Это так надо туда пронести эту истину, что у тебя глаза меняются. Я видел. Я работал, видел таких актеров. Поэтому это... Не хочу никого обидеть, но если мы думаем, что это вот... Там написано... Ау-ля-ба-ля-ба... И все. Нет. Нет. Это какая-то проблема. Я вообще думаю, что искусство актерское, это... Если у тебя есть какая-то боль, если ты детей любишь, маму любишь, вот это потом, через это проходит... Какой бы тебе текст не написали там, все равно ты... В тебе это живет. Эта проблема живет. Правду говорю. Это трудная вещь. Трудная. Потому что там текст написан, ну, прочитайте, скажите чуть громче и чуть тише. Нет. Думаю, нет. Эта процедура гораздо труднее, гораздо длительная. Правда. Нет. Ну, трудно, трудно. Жизнь – вещь трудная. Истинная жизнь трудная, потому что я гораздо позже понял, что есть внутренние конфликты. например, армяне крестятся так, русские крестятся так. Вот, казалось бы, да, ну, запомни, что это лучше, а это хуже. Но это какая-то уже, если особенно становится твоей жизнью, то тут есть проблемы. Проблемы. И они, я говорю, не те примеры, когда на тебя насильственно заставляют. Не дай бог, это не нужно. Но все равно это есть. Мне, я говорю вам честно, у меня были друзья хорошие, которые говорили фамилию поменяй, когда поедешь в Москву работать, поменяй, Джигарханян, это будет долго. Я даже продумывал, как это сделать, да, потому что так не забуду, не вспомню вашу фамилию, товарищ вам повезти. Правда? Но это, думаю, не то, что, почти убежден, что это не важно. Это не важно. Потому что это до 16 лет важно. Ты по-армянски говоришь или по-русски. Важно, что ты говоришь, что ты хочешь. И это очень важно. это очень важно. Я говорю об этом абсолютно серьезно, потому что знаю спекулятивный характер этой истории, что на этом делают другой бизнес. Это не мое дело, я этим не занимаюсь, но я знаю, что это нельзя это делать. Мы договоримся, и, наконец, есть закон перевода. Переводчик тебе переведет на другом языке. Там гораздо важнее, что мы хотим друг от друга. Я думаю, что это тех, которые остались или руководили, они были мудрее. У американцев нет национальности. Есть гражданин Соединенных Штатов. У них нет национальности. И это очень мудрое решение. И это не отойдите сюда. это нет. Поэтому я говорю, что коммунисты были умные. Умные, правда, говорю. Я не был коммунистом и не собирался. Но сейчас я это понимаю, что это достаточно умно было придумано. там были свои не нам судить сейчас. Но все нормально. У нас был актер был коммунистом, парт-пар-пар руководитель. Он каждый новый сезон начинал с того, что Армышенко вступил в партию. Ну один, два, три раза я перестал отвечать и он перестал говорить. Нет, нет, нет. на моем теле я могу сказать, что нет шрамов. Я это непростой вопрос, знаешь, правда, непростой, непростой, потому что мы до сих пор мы видим, да, что творится, национальность, что такое. Вроде так безобидны, это довольно серьезная проблема. Серьезная. Проблема, не могу найти слова, но проблема взаимного уважения, что очень важно. Ага, это хуже, потому что если ты, тогда надо встать и уйти, забрать свои чемоданы, куда хочешь. Проблема непростая, проблема вечная, но на то, я думаю, и есть разум для того, чтобы в это вторгаться и говорить, ребята, лучше не надо этого. Поэтому я и сказал и хочу второй раз повторить, ну, назовем условно русские коммунисты были людьми умными. Они там были свои лево, косо, наверх, вниз, все было, но баланс был умный. Нет, не оплачивали, не оплачивали. Я хорошие деньги начал получить уже при новой системе нашей. нет, нет, это было такое, я буду груб, как Джамбул Джабаев, я думаю, это невежество, это элементарное невежество, мы почти до сих пор мы имеем вождей такого плана, такой категории. Они невежественны, это плохо, потому что я имел счастье общаться с Назарбаевым, и фильмы о нем снимались, я был комментатор, я с ним общался. Знаешь, что меня поразило в нем? Он все знал, и я видел, что он, эта тема его интересует. вот у меня были такие рассказы, когда ездили куда-то, он вдруг спрашивал о театрах. Казалось бы, он, президент большого государства, я видел, что у него есть вопросы, на которые у него нет ответов. И я думаю, что это гарантия очень умного человека, потому что он хочет выяснить, это правильно, что так написано, и тогда. Элементарно, вроде элементарно, но это важно. Поэтому это тогда я понимаю, что этот человек про это думал. И тогда я могу спросить, а вот мы правильно это или не поэтому это важно. к сожалению, к сожалению, мы не всегда понимаем, что мы делаем. Более того, я тебе скажу по секрету, что мы часто не знаем, чего мы хотим. Ну, так предложили, прочитали, узнал, а вы знаете, давайте мы тоже так попробуем, к сожалению. Поэтому это я пережил хорошую жизнь, хорошую, говорю честно, но это сложный процесс, очень. Знаешь, что такое многонациональное государство? Значит, там есть враги, убийцы, которые стреляют, это все оттуда. Как же мы так вот безобидно, как это мило, что... Нет, этого милы нет. Я вам привел пример, что одни крестятся так, другие и так крестятся. Там есть основания, исторические основания. Поэтому это... Я не убежден, что мы до сих пор грамотно живем. Не убежден. Нам что-то подсказали, куда-то повели, потом выяснилось, на полдороги сказали, ребята, куда же вы пошли, там же все очень плохо. там же темно уже. А мы туда-сюда. Поэтому видишь, как это сложно. Потому что как стадо ведет пастух, от этого зависит счастье стада. Не дай Бог. Да? стадо мы будем молить, просить, умолять тех, которые про это думают. Мы готовы долго сидеть, пока будут думать. Но это важно. Важно. Иначе такое бывает иногда. Сложноватые вещи. вот я, например, я очень хорошо устроен, у меня квартира хорошая, все, но сейчас я встречаю вот эти пятихатки. могли же думать. Да? Так же, как кто-то рассказывал мне, что целина, целина, целинные. Оказывается, давно было известно, что вот столько там земли, основное глина. Так это же надо было знать. Зачем же мобилизовать целые народы? Причем хорошо, если это открыли только что. Это давно уже было открыто. Сложный народ, сложный. Сложный. Сомнений много у армян. Умных людей, я говорю. Наглецов меньше, чем популярность была. Но я люблю армян. Армяне хороший народ, правда? Я имею ввиду очень хорошие, выборочно хорошие армян. Я приведу тебе пример. Очень много армян, которые живут в Америке. И я, бывая в Америке, общаюсь, у меня друзья, много, хорошие. Я скажу честно, и я это несу в пользу армян. Очень хорошо живут в Америке армяне. Очень умно. Умно. Они понимают, как реагировать на этот народ. Хотя, видишь, нет национальности. вот это очень такая мне армяне очень нравится. Очень. И в Москве хорошо. Сейчас еще лучше стали вести себя. Умнее, умнее. Потому что мы же знаем эти законы гостеприимства и закон хозяина. И эту проблему если мы доведем по ножовщину, хуже. Намного хуже. Когда можно договориться, можно попросить, будьте любезны, вот это, если можно, вот это мне, а я вам и так далее. Это хорошее, хорошее. Я думаю, вот я живу в России, живу, говорю абсолютно честно, я счастливый живу. Правда. Мне хорошо. Говорю абсолютно ни разу. Армешка, армяшка, не было этого. Ну, кто-то сказал, один глупый, другой не очень умный. Но я же думаю, что это важная вещь, важная. Иначе мы тогда будем что-то от кого-то что-то скрывать. А я думаю, что и моя профессия такая. Знаешь, я же говорю тебе, что я выхожу, говорю, что я Сенека. Значит, там есть некая договоренность. И это входит в нашу культуру и так далее, и так далее. вот мой я назвал его уже Арман Карпович Гулакян. Он был мне уже много лет, я врат не имею права, он был на мой вкус выдающийся учитель, потому что он учил профессии. Когда мы первый день на его занятия пришли с книжками Станиславского, и вроде мы будем читать сейчас Станиславского, он сказал, это отложите, я вам расскажу, что такое театр. И он четыре года, и думаю, гораздо больше, он учил, что такое театр, что лучше эту руку поднять, эту опустить, если зритель там. То есть элементарные законы. Таблицу умножения надо выучить перед тем, как оформлять какие-то серьезные проблемы. Жизнь начинается с таблицы умножения. Вот мой Армен Карпович, мой великий учитель, он этому учил, таблицы умножения. Это самое трудное. Самое трудное освоить. Сколько книг есть, когда мы возьмем, откроем, почитаем это Маша сказал, это Бурша сказал, а я хочу знать дважды два, это четыре. Поэтому это очень важно. Очень. И дай Бог, я очень любил и буду любить своих учителей. Они имеют разные названия, разные фамилии, но есть учителя, а есть которые вот так вот гроди долбоны какие-то, которые бьют в лицо. И это важно, важно, правда. У меня мама была умная, великая, она мне всегда говорила, ты не бойся, ты спроси. А я спрошу, они скажут, а ты не знал, ты бы, не бойся, это все ерунда. Важно узнать знание сила, а великая 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 великая